Противодействие системы электронным цифровым сервисам очень существенно и когда мы замахнулись на внедрение электронных пределов нашего государства, мы понимаем, что это будет вразвежуще. Где так же самое город говорит, нам не нужны инновации. А инновации не нужны почему? Потому что в таких системах нельзя сделать подмену информации. Боремся, потому что этого не хотят, а как же манипулировать информацией, если ее нельзя подменить. И они у нас приходят и начинают изымать эти СВР, отключать там это все. Сразу пеня, сразу вызов начальнику ДПС, сразу скажут, чего ты не заплатил, такую большую сумму и тому подобное. А учитывая то, что в государстве вообще ни один институт не работает, ни судебная власть, ни правоохранительная нормальная, ни другая, то это просто страшная способность для того, чтобы все это расцветало, как плесень, знаешь, когда сырость, когда темно, то плесень очень быстро развивается. Поэтому когда яркий свет, когда сухо, плесень быстро сворачивается. Вот та же история. И тогда государство становится заказчиком. Дуже много проблем решается тогда, когда целью не заработать деньги на уровне дешевого бюджета или местного бюджета, а целью сделать процесс более эффективный или более безручный. И это без IT-складовой не возможно вообще сделать. Во сути, когда мы уже выпускаемся с университета, нам дается сегодня один-два шансы поработать в какой-то компании. Мы не знаем, чего нам ожидать. Где достаточно студентам и сотрудникам вуза контакта с работодавцами. Розважайте, что мы все живем в одном великом доме. И каждый у нас и в вашем профессор. Мы в таком окне собраться не можем. Нам нужно получить каждому доступ кудись, систему. И иметь возможность голосовать, понимать, какие вопросы, которые выставляются, обслуживаться в свою точку зрения. С точки зрения закладывающих механизмов все работает, есть электронный свой подпись, если я не понимаю, например, Громады, Житомир, в том бюджетную часть, как выделить. Можно впливать и подстреливать деньги. Преоритет. Мы называем это цифровой государственной, это все те процессы, которые можно перевести на максимальную автоматизацию, сделать много процессов независимых, которые не будут зависеть от чиновника, которые не будут зависеть от тупости, которые будут прозорными, защищены. Это очень важный крок в том, чтобы не только коррупцию поделать, а сделать более эффективное государственное управление и получать, наконец, государственную экспертацию.